все экзамены, она поступала туда и, не узнав результата, приехала сюда и стала поступать в Суриковский институт. К концу экзамена в Суриковском институте она узнала, что она поступила и в Репинскую академию. То есть вдруг она оказалась, приехав из Воронежа, с первого захода, зачисленные сразу два лучших института. И вот мы ее спрашиваем, ну и как, как ты вообще выбор сделала? Потому что изначально она мечтала учиться в Ленинграде, в Питере. Она говорит, да просто я вот села и стала думать. И меня перетянуло то, что здесь читает лекция Завадская. Понимаете, вот вам, вот вам как бы такой пример. Ей из Воронежа было не так важно, как бы вот, как нам, москвичам, а в Ленинград она очень стремилась. Ей нравилась ее Питерская школа женописи. Но она выбралась за Евгения Владимировна. И вот эти ее слова нас настолько потрясли, что мы сразу стали все вдумываться, осознавать, пытаться осознать, какое же нам выпало всем счастье. Ну а потом Артем рассказывал. Потом борьба, перестройка прежде всего, время безумно интересное и до сих пор не понятое, не осознанно до конца, поскольку потом как снежный ком пошли другие события. Но вот наша юность это перестройка. Отдаленно напоминает сегодняшний, совсем вот сегодняшний день, и тогда все было очень политизировано, но при этом нам повезло так, что вот мы с Артемом, с нашими друзьями, мы как бы вступили в борьбу за культуру в лице Евгения Владимировна, которую на волне перестройки и всяких там выяснений отношения уволили из нашего института. И вот эта борьба свела меня, например, с замечательными людьми на всю жизнь и вообще сформировала и отношение к искусству, это на первом месте, всегда на первом месте, и, конечно, какую-то гражданскую тоже закалку, потому что когда мы уже познакомились с Евгением Владимировне, я об этом много сегодня говорила, говорилось, что кроме того, что она великий ценитель искусства, понимающий все в нем, всю ткань его, она тоже, кроме того, и гражданин, и философ, и, в общем, такой тихий герой. Вот. Ну вот, вот о чем я, наверное, хотела сегодня сказать. У меня очень рваная такая речь получилась, и непоследовательная. Ну, еще хочу только добавить, что меня очень-очень радует все, что происходит в этом зале, поскольку, опять же, я начинаю основать, что это в Суриковском институте происходит, понимаете? Вот эта выставка во времена нашего детства, а я хотела сказать о детстве, поскольку мы не... я не застала, не видела похороны Евгении Владимировне, но мне продолжает казаться, что мы ее студенты, что мы еще такие молоденькие, и вот это вот ощущение детства присутствует, особенно в этих стенах, конечно, которым мы, хотя и боролись с косностью, с какой-то здесь машиной давящей такой, все творческое, но при этом мы никогда от своей колыбели не отрекались и никогда так снисходительно не говорили об институте и не говорили о нем вот именно с высока, что, в общем, молодым людям очень свойственно. Мы его любили, любим и будем любить, и Артем неспроста сюда вернулся после всего-всего-всего, что было в его, в общем, бурнейшей творческой жизни, он неспроста сюда вернулся и сейчас своей кровью удобряет эту ниву, продолжает, потому что преподавательская деятельность – это именно то, что она и есть, отдавать всю кровь, вот. И то, что здесь такая выставка, здесь – это фантастика, это фантастика, потому что и на сегодняшний день это продолжает оставаться фантастикой. Когда мы учились, нам в библиотеке Сурковского института не давали книги французских художников в середине XX века, говорили, что их там нет, и нам нужно было через отдел кадров какие-то знакомства, там, добывать эти книги, выпрашивать их. Вот это реальность. Не давали там Паулю Клие, не давали, нет Паулю Клие. Ну, просто Артем знал, что вдова Леже подарила Сурковский институт всю библиотеку, да? А при этом я прихожу в библиотеку, мне говорят, нет таких, нет, нет таких художников, нет, их нет, как бы. Вот. И сейчас тоже проблем много, и это искусство ультравангардным звучит в зале Сурковского института, как и музыка Петра Старчика звучит, мне кажется, ультравангардной. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Елена Аронова, выходите, Елена, пошла. Да, ну, скажите. Елена, давайте, давайте. Пару. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ